я пять лет купила землю из короля посадила саженцы из местного питомника надежда надежде напишем все хорошо прижилось прошлом году приехали местные родственники в июле в июле в июле сказали что очень густые ветки надо вырезать что я успешно сделала саженцы не погибли дали некоторые плоды чуть-чуть после ваших роликов поняла что все испортила больше ни одной ветки не срежу осень расстроилась вот это кровяное письмо вот это вот детская площадка деревне красный хутор а вот это береза и посмотрите сколько травы я прикалываюсь как представим себе что какой-нибудь дурак а у нас их всегда хватало скажет на мед миллион еще дополнительных этих лесников или просто как бы дворников и скажет гребите все это из леса это все вредно ядовитое вот на него посмотри как найдет и возможно посадили бы в сумасшедший дом так нет вот а еще бы он увидел то что же приказа уничтожить десятки сотни миллионов деревьев плодовых приказа уничтожить то что вы видите на экране то есть грибы мхи и мхи и лишальники вот я вот стою вот тут возле одной из берез и думаю а почему здесь их никто в лесу не не берет скрипки и не скрипки не выскрипает почему потому что опять сумасшедший дом попадет так а вот это вот валежник тот самый а вы знаете почему под страхом уголовной ответственности страшных штрафов из лесу люди замерзают тут конечно перебор страшный люди замерзают всю жизнь мы работали а придя на пенсию нас никаких запасов нет правильно вспоминаем сами себя неких запасов нет пенсия нищенская многих она еще отложилась здоровья нет люди большая часть страны топит буржуйками и этими печками кирпичными хорошейся кирпичной они центральное отопление миллионы десятки миллионов а валежник запрещено вытас почему кто-то решил что пусть замерзают люди но лес не должен трогать почему уборая валежник мы нарушаем к экологию леса так зато попадая в сад все наоборот вот здесь вот вот здесь вроде бы здравый смысл трогать нельзя трогать нельзя трогать нельзя в саду такое все не наоборот если и были они эти самые сумасшедших домах их или выпустили раны и они начали пропагандировать уже 150 200 лет то что нельзя делать лесу делаю саду то есть гробить деревья и вот где там это письмо было ах ладно но все чуть другом месте в общем количество моих этих сторонников еще на 1 выросло ладно вы поняли к чему говорю природа везде одна и та же если здесь нельзя трогать помните там выше было пробиотов поиск помню то есть саду нельзя трогать дальше следующее письмо заказала в начале месяца 10 саженцев это не сечь письмо это я вставил свою фотографию письмо продолжается которая калечила в июне месяце заказала в начале месяца 10 саженцев роз канадские горшинки вот и сомневаюсь в их сортах картинки понравились которая тоже видимо из интернета но еще были выгодали дело о чем когда-то на заре там у нас 158 а первых вебинарах у меня было больше сейчас я нашел только 2 вот его с розами ветер это это привозные саженцы а их объединяет есть такое понятие садовая мафия она уже в обакане она там приходит огромное количество с ними боролся енин председатель союза садоводов абакана но в то же время никакой власти нет общественной организации вот и все кто должен был вот это вот все проверить и отправить на костер вот это вот ничего этого делать не хотят как он не воевал там тут я воюю знаете как это говорил комик в этом конце деревни никого не только в том конце берем и вот получается он добавить я тут и не на это второй последний борец как оси у нас таких всего двое и вот получается что видите вот эти розы это для вас означает сигнал тревоги увидели если сюда привезли несколько огромных пор дальше они расходят туссаногорске они же были курагина бее продавали плотно красноярска в районных центрах вот потом это шушенске везде стоит такая машина разобрали машина это безработные которые решили подработать сами за сведуха здоровая видели розы на будущее увидели все вам привезли южные деревья будут ли соответствовать если один раз вот это все было из интернета надрано распечатано то где гарантия вы же розы купили 10 штук так канадские где гарантия что никогда ведь привезли то вот это все привозят а откуда правильно средняя азия в этом и канада может быть они изначально канадские но шансов что это те самые можно сразу вам повезло может быть розы трудно испортить они всегда красиво даже шиповник дикой розы шиповник и тут красивый вот я просто говорю увидели вот такой обходите потому что глаза бросаются у меня такие часть фотографий других местах лишь прислали скажите что это вот я говорю увидели вот такое панно шею посылайте а саженцы они от чем отличаются смотрите первый год выросли то как и выросли они росли вверх и дали вырасти всего вот этим веточкам а нижняя наверное ну как ослеплять может ногтем может ножом аккуратно и вырастает розы саженцы которая под корни естественно коричневые знаете у них корни какие-то вот так вот а вы выкопаете тогда вот это вырезается и тогда надо отрезать ну половину это мало процентов 80-90 надо отрезать чтобы корни выкрали остаток тут два варианта или все-таки 10 почки вот они вот тут отрезать оставить на каждой ветке по низку почек авось выкормит или уже вот тут на держишь идут почки слепые простутся вот такая картинка вот и там же когда я бродил бродил я нашел добродел до этого смотрю 2 открыто никто их уже не ворует ну там снаружи торгует а это холл как бы холодный этот склад но какой холодный первое число июня и все это наверное смерти как бы сделать чтобы люди понимали хочешь вот там поменьше листьев да может они уже мертвые может позже с погреба сильнейшая обрезка 8 процентов глядишь вы торговался у него может быть он хороший я имею в виду сорт хороший а потом не давай замерзнуть перенести на место и подвое это тот самый наш друг тотаров владимир садович посреди наших офицерами вы знаете как тяжело торговать вот тут от него вот сюда если смотреть наискосов здесь торгует привозными саженцами с юга я подхожу кто-то почему-то володя тебя щелкну как-то помните этот самый перс шарик я тебе щелкну да пожалуйста у него же стоя и вот это все настоящее когда я подошел сюда попросил разрешение она начала на меня орать володя помнишь нет рядом был она начала орать покажите разрешение на съемку не сметь как она орала но это понятно почему на хвост наступили и вот дальше за не видеть его там дальше я подошел туда почему мне понравилось меня так шуганули я просто растерялся я же не не такой уж и наглый вот ну не хам и вот тут вот они у них также придуманы ну понятно фотографии из этого из интернета это все понятно ничего что не продают не соответствует меня удивило так что там была саженец и посажен был на холм ну типа схемы меня это так удивило я только подошел и начал а вы знаете мне понравится эта схема так я щелкну вот потому что люди не знают садят так наверное как они меня послали а есть фильм когда уже вышел иду и бормочу иду и бормочу ну прошло сколько пять шесть лет и наконец последний раз когда я с ним общался он показывает пальцем говорит это с крыма крымские тоже все умрут понимаете я подхожу откуда дровишки говорит там же все плодать черешня куда хрен черешня деревня калу деревня калу 8 километров от сайногорска а там каждый год минус 40 я там же нет сада есть как есть а мы там доращаю вот так то есть привезут прикопает это называется доращивание и сколько смогут продают ну скажем годом берут все хуже и хуже и хуже от усилий народ покупает мертвый покупать мертвый покупать мертвый покупать мертвый вот и сейчас фактически продать очень сложно вот такие дела поэтому на володином участке еще раз вот посреди магиками еще немного и все и сады вообще пустые будут это володя показывает этот терн терна вишня в общем не важно вот я просто хочу сказать что вот сейчас 6 ноября мы были уникальным саду послевом на на лучше сад сибири представляете я горжусь этим я горжусь что володя мой друг я горжусь что это все на горшке вот сергей самый лучший саженцы в россии видите а вот это приготовленные были поездка в красноярск на газели на грузовой газели вот он их готовит и все это на это а так в принципе заказа мало последняя должность у него очень шикарная коронавщик соянского алюминиевого завода ну и короче так давайте сравнивать я не могу мимо этого пройти почему сейчас нужно новое дыхание нашей россии нам нужно чтобы елена Александровна Савинич Сергей Железов и для меня Тотарова молодежь пусть не обижается да и бы это настоящего работу они бы знаете как под них под Тотарова под Железова Сергей потом еще раз покажу вам эту лену аспирантку и в то же время нашего человека нашего не те которые через губы разговаривают вот под них нужно создавать институт вот но этого нам никогда не будет еще раз у нас я когда не покажу вам еще нескольких уникальных людей так вот и так получается что когда-то попытка сделать здесь или филиал или целый институт была уже у нас есть у нас есть такой Александр Адольфович Вот память Александр Адольфович Адольф Александр А медулина О quicker к sen Адольфа leksandrovich адольф Александрович. Ладно, чуть ниже скажу. К нему приезжали из Минчуринского института два специалиста. Договариваются делать здесь фериал Минчуринского института. У него тогда был один из лучших садов. Вильтяевский, господи. Вильтяевский, да. Вот, старею. А он отошел от дел. Как раз перед перестройкой приезжали. Тут как раз началось беднее финансирование. Все рухнуло. А тут могло быть уже давно зональная станция. Как минимум зональная станция. Идем дальше. Ну, когда-то я смеялся, показывал. Понимаете, когда женщина говорит, какие замечательные саженцы. Перевывка почкой. Там Корнеев Гулькин ходил. Поняли, да? Я не говорил о том. Вот. И вот это вот для сравнения. Так. Проводский садовод. Сейчас пропускаю эту тему. У меня на этом самом, на как называется в 1 ватсапе. Мне прислали ссылку. Пару ссылок. Тут из вас. Там значит так. А вот окажется в Омске садоводье в этом питомнике выращивают абрикос академик. с трудом верится. С трудом верится. Надо же иметь маточный сад. Вот. Потом человек даже присылает мне ролик. Вот видите, у них настоящий питомник. я посмотрел питомник есть. Садоводье что? Нет. Вот это загадка я никогда не разгадал. Ну, с ним будем другой раз разбираться. Может, Матвеева семья разберутся. Это ваши конкуренты. Хотите разворачиваться? Пока был этот омский питомник дешевки не будет продавать. Вероятность что привозные очень высокая. Боюсь обидеть. Представляю, у них академики а вот, показать вам. Вот. Классический академик. Он уже испорченный, правда. Видели? Так, а теперь я выключу свет, потому что стыдно мне за свою хату. Скромные. Так. В общем, об остальном чуть ниже поговорим. Так. Черенки. фотографии я делал эту в прошлом году. Видите? Лучшие черенки России. Ни одной рекламации в этом году. Это было сегодня. Вот таких этих самых отправляется. Обматывается большим количеством тряпок. Становится таким мягким-мягким. И, как бы сказать, амортизирует сверху этот самый конверт полиэтиленовый большой. И все это высылается вам. И еще раз я вам показывал. Вы увидите на 90% посылок стоит цифра нет, это 1400, это Белоруссия. Цифра 449. Почти на всех. Плюс упаковка получается. Люди обижаются. 500 рублей на пересылки. давайте 200, давайте 300. Я доплачу. Мне не жалко. Потому что овсенка выделки стоит. вот этот саженец сделан 2-3 года назад. Выпросил. Машина стояла, они были в опилках. Я достал, сфотографировал, тайком поскреб, мертвая. Камбий под этим мертвым. перележала в погребе. На улице было где-то конец мая. Меня удивило, листьев нет. Конец мая, нас уже деревья отсвили. Нас сибири отсвили деревья. Все зелено. А он как неживой, оказался неживой. Вот такие нам присылали. Вот это еще раз, еще раз. Если вы видите пленку насаживаться, не берите, даже не подходите к нему. Заплатите, потом выбросьте.